С каждым годом все дальше уходят события Великой Отечественной. А память вновь и вновь возвращает нас грозным событиям этого времени. Понять и оценить настоящее можно, только сравнив его с прошлым. По известной статистике, Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов жизней граждан Советского Союза. Но статистика молчит о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны. Они хорошо помнят Великую Отечественную, хотя в начале ее им было 3, 5, 8, 12 лет. Они взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь поражений, и радость побед. Нелегко пришлось обыкновенным мальчишкам и девчонкам. Они уже седые, эти мальчишки и девчонки, уцелевшие военное лихолетие Великой Отечественной. И пока эти люди живы, мы должны узнать от них самих о их судьбах. Это нужно нам, живущим сейчас. Что я помню, уже когда мне было, вот 3,5 года было, но я почему-то как сегодня это помню. Когда освободили наш город от немцев, и моя мама и еще одна женщина, они пошли к нам в наш дом готовить нашим освободителям какие-то угощения. И в это время налет немецкой авиации, бомбежка. И когда уже все стихло, мы выходим, с этого вылазим из бомбоубежища. Это такая обычная яма была, такая квадратной формы. Это бревна настелены, и лаз. Ну, как вот любой, чтобы меньше слышно было, эти подушками закрывали лаз, тогда не так слышно бомбежки. Ну, а когда уже тихо было, мы вышли, увидели, что дома-то нашего нет. А дом был деревянный, рубленный, и вот от ударной волны бревна летели вот как щепки. Летит просто как будто бы вот такая щепочка. Вот так летели бревна. Ну, мы, конечно, напугались. Думали, все. Мы остались одни. Но мама моя и эта женщина, они оказались в доме же. И когда бомба упала в дом, печка была такая русская большая. И вот мама была возле печки, все это рухнуло на нее. Ну, и когда она уже, когда пыль улеглась, там все, как она говорит, лучик солнышка попала, и она стала на этот лучик вылазить. И вылезла кое-как. А потом еще освободила эту женщину. Обе они были живы. Но здесь же на нашей улице был военный госпиталь. И когда военный врач подошел, увидел ее, он сказал, наверное, вы святая. Что дом вот так разнесло, а осталась жива. Но она вот как была, вот так вот упала, на нее все сыпало. И вот это все, голый череп, спина, в общем, сплошная кровавая рана. Думали, конечно, что не выживет она. Еще этот врач, военврач сказал, что вот госпиталь рядом, давайте мы хотя бы обработаем. Она сказала, нет, никуда не пойду. Если мне суждено умереть, умру. Если нет, буду жить. Но ничего, вышло. Самое трудное, конечно, было потом, вот в 43-м году освободили Зиньков. Жить нам негде было. Мы жили в окопах. Обыкновенные солдатские окопы. Мы там жили. Бывало такое, что вот вечером ложимся, туда всякой травы накидаем в эти окопы, чтобы же не на голой земле спать. Утром просыпаемся, дождь прошел, только носы торчат из воды. Мы полностью в воде. Потом из этих бревен стали строить свою избушку, которые остались, которые не разнесло. Вот так вот. Жили, конечно, очень трудно. У нас, во-первых, не было ничего. У нас все в доме разнесло. У нас ни одежды не было, ни постели не было. У нас ничего не было. Мы остались так. Потом мама пошла пешком в деревню. Там родственники. Дали два куска домотканного полотна. Дали нам такая глиняная чашка. Дали горшок. Тоже глиняный. Вот. И три ложки. А с этого полотна мама сшила мне платье, а брату рубашку. А брюки, наверное, были у него. Потом так получилось. Ну, вот это же все время в воде мы. Потом, наверное, простыло. Болела сильно я. И пока я зиму лежала, болела, брат мое платье сносил. Рубашка порвалась, видать. И платье мое сносил. Когда я поднялась, мне... Я в одной маячке. У меня больше ничего нет. А был платок такой, черный, с белыми этими... Там полоса белая. Вот с этого платка мама мне сделала юбку. И это маечка. Вот так. Потом уже надо было идти в школу. Вот в такой одежде я пошла в первый класс. Это одежда. Да, босиком. А когда уже холодно стало... Вот, брат. Почему-то с вишни всегда ветку. Ветку ломал. И пополам эту... Разделял ее. И делал, как... Не знаю, как это сказать. Обувь такая была. А обмотков можно было много найти. Солдаты же погибали. И солдатские обмотки. Это даже в ботинках были обмотки. Аж до колен обматывали. Обматывали такие. Найдут. Найдем обмотки. Этими обмотками туда щечку примотаешь к ногам. И пошел в школу. И школа у нас была первая. Обыкновенный жилой дом. Там ни одного окна не было. Но стены стояли. Там я начинала учиться. Зимы, хотя там не очень холодные. Но все равно чернила замерзали. Чернилицы были. Такие. А чернила делали из бузины. Ягоды бузины. Надавим. Перья. Ручки перьям были. Мутаешь туда. Пишешь. Так вот, чтобы писать в этой руке, держишь ту чернилицу. Чтобы не замерзала. И пишешь. Писать тоже не на чем было. Тетрадей не было. Зато разрушено же все было. Обоев много на деревьях. Прямо куски висели. Вот. Снимали эти обои, куски. Разглаживали. И там писали. Теплушки открытые. Дети войны. Хоронили игрушки убитые. Никогда я забыть не смогу. Крошки хлеба на белом снегу. Крошки хлеба на белом снегу. Вихрем огненным черным воронам Налетела нежданна беда. Разбросала нас во все стороны. С детства нас разлучив навсегда.